Народный интерес Добрый день, Евгений Александрович Добрый день, Евгений Александрович Ну можно, я вообще думала прямо о сегодняшнем дне, а вы значит о будущем Хорошо Я хотел о будущем, которое связано и с сегодняшним днем, и с завтрашним, и с послезавтрашним Так вот, 4 марта этого года перед русским народом станет вопрос выбора президента России, который будет определять жизнь страны и общества на довольно длительную перспективу Евгений Александрович, у нас что, предвыборная будет агитация? Мы не имеем права это делать? Нет, это не агитации не будет никакой Не будет, да? Нет Сегодня очень важно для каждого из нас понять, что важнее всего народ, который является единственной движущей силой и опорой России и защитой от разорения и уничтожения страны Наша страна сейчас находится в таком серьезном состоянии Мы вступаем в последний и самый важный исторический момент жизни России и русского народа, и вот почему Почему последний? А вот потому, что сейчас весь мир, потеряв окончательно ориентиры своего развития, вступил в фазу передела существующих властных порядков и властных элит Путь России, русского и других наших коренных народов заключается в единении вокруг одной единственной идеи будущего развития нашей Родины Русской цивилизации, русской национальной власти и главенстве русской культуры и традиций основ существования нашей отчизны При этом нисколько не унижаются наши другие народы, коренные, они также важны И вместе мы составляем единую культуру нашего народа, которая называется российской цивилизацией Евгений Александрович, с этим никто не спорит, это все понятно В этой ситуации, вот именно почему важно, мы-то не спорим, но в этой ситуации хотел бы задать вопрос нашей интеллигенции А есть ли такие идеи хотя бы у одного из кандидатов в президенты? Вот на мой взгляд, что нет и не может быть Почему? Потому что все они глубоко космополитичны, ориентированы на достижение своих личных целей, своих личных интересов, своего благополучия И в низменных целях быстрого обогащения за счет нищего русского народа Владимир Путин Ну вот начинается Ну а что делать? Так, то есть вы сейчас будете последовательно говорить о каждом пункте? Я хотел бы, да, сказать последовательно, чтобы было ясно людям, вот моя позиция Как с точки зрения опыта моей, кажется, экономической работы, с точки зрения моей политической работы, опыта депутата, опыта человека, который все-таки пролетал 25 лет от рядового до, кажется, руководителя Типа мне сверху видно все Ну нет, мне не видно Мы все должны полагаться прежде всего на наш народ В нашем народе все есть необходимое для того, чтобы и для победы нашего народа Так вот, Владимир Путин за долгие 12 лет своего президентства и управления страной в должности президента и премьер-министра Нанес непоправимый предательский ущерб суверендиету России Это вы говорите как военный? Это я говорю как военный, как гражданин просто Я могу это обосновать Значит, принятие в 2007 году соглашения о статусе сил, номер 410 940-4 с НАТО Поставили нашу страну на грань физического уничтожения Ведь это соглашение переводит НАТО, которое находится на территории России, в наднациональный характер, не подчиняющийся юрисдикции России Более того, в случае массовых народных волнений силы НАТО могут приступить к уничтожению митингующих Это в соглашении тоже имеется И во дворению так называемого конституционного порядка Этим слугам, мировой финансовой мафии, им чувство совести неизвестно Поэтому они спокойно могут уничтожить любой народ Мы видели, как проходили все эти, кажется, их маневры в Ливии Где уничтожался просто народ Точно так же они могут подойти и к нашему русскому народу Именно для этой цели, перевалочной базой НАТО, выбран город Ульяновск А почему именно Ульяновск? Ульяновск это центр России, очень удобный как раз таки и для маневров, и для вывода войск из Афганистана в какой-то степени И в то же время центр, который может рассредотачивать именно эти войска в разных направлениях В том числе в Фрибалтику, в Западную Европу и так далее Так вот, именно для этой цели и других целей, перевалочной базой войск НАТО, выбран город Ульяновск, бывшая школа высшей летной подготовки Это вы в ней учились, по-моему Ну я сейчас расскажу все, да Да, высшей летной подготовки гражданской авиации и стран, членов Совета экономической взаимопомощи Помните тогда? Такая реакция замещения произошла, да? Вместо Совета экономической взаимопомощи здесь будет НАТО Да, вот получается так, это были страны Варшавского договора А вот экономический союз наш был Это ГДР, это Чехословакия, это Югославия, которые уже нет, которые уничтожили вот эти самые же НАТОвские все эти головорезы Короче говоря, взаимоотношения получается такое, что вот на том месте, где наши летчики переучивались на новые типы Сейчас, и я тоже проходил переподготовку там неоднократно Я там переучивался на самолет Ту-134, Ту-154 Вот, а закончил я там как раз после Академии Ленинградской Я сначала летал, значит, на Н-24, на Н-18, на Н-12 Вот, а потом пришлось переучиваться на новые типы самолетов База очень серьезная, она была в Ульяновске всегда И у нас учились там и немцы, и чехи, и другие, как говорится, специалисты, летчики Так вот, теперь, разрушив нашу авиацию, Путин передает этот уникальный центр в руки США и НАТО Куда будут приземляться их самолеты, и далее по железным дорогам через всю центральную Россию Где-то 150-200 тысяч хорошо вооруженных командос будут переправляться в различные точки Вы говорите об этом как о свершившемся факте Да, это уже, кажется, все это подписано, и все это, кажется, согласовано Вот, уже считают эти товарищи, властные элиты, так называемые, считают, сколько это денег принесет И я хочу даже здесь обратить внимание, что даже Узбекистан отказался от этого Почему? Потому что ежегодно в этом направлении, вот с помощью этих войск НАТО, переправляется до 5000 тонн наркотиков А это грубейшее, кажется, нарушение всех прав, и вообще это можно отнести к геноциду народа Потому что проблема-то у нас очень серьезная в этом положении Так вот, все это вместе наслаивается В случае народных волнений, после выборов, допустим, 4 марта или осенью этого года Когда экономика, финансовая ситуация России будет близка к краху Вот сапог НАТОвского солдата может бить по лицу русского человека Это надо учитывать Не эти ли гарантии безопасности Владимиру Путину Недавно привез, привозил, это, американский кукловод мировой финансовой мафии Генрик Киссинджер Тоже вопрос большой Вот потери государственного суверенитета Передача всех предприятий промышленности, нефтегазового и сельскохозяйственных секторов Введения иностранных финансовых учреждений Свободное вхождение на наших, на нашинах американских предприятий После ратификации Госдумой БТО Но пока не ратифицировано? Пока нет, но вот, как говорится На подходе Пока ни один кандидат против этого не, как говорится, выступает Это очень серьезный вопрос Вот далеко не полный список предательства Путина Который для многих граждан нашей страны является кандидатом президента на третий срок номер один Из-за которого немалая часть продажной интеллигенции кричит на митингах его поддержку С пеной у рта, как мы видели Курганян, Парханов, Дугин и им подобные Тотальное сокращение численности русских людей Замена их выходцами из Средней Азии Вынужденное переселение сельских районов в город наших граждан Монетаризация школьного образования Медицины и постоянный рост ЖКХ Вот мы сейчас все уверимся После июня, что будет Потому что, кстати, вот вступление в БТО Он и предполагает Именно рост тарифов ЖКХ До мировых цен То есть уже монетаризация льгота Уже не могут вмешаться наши власти Потому что, согласно меморандума ВТО от 2001 года Что эти структуры наднациональными Вот, и в результате получается вот такая картина Что положение, наоборот, усугубляется Не отстает от Путина и Михаил Прохоров Который является так же продуктом Кремля Как и Владимир Жириновский Передача Прохорову партии Правое дело Она не привела ни к чему Почему? Потому что этот олигарх Даже не нашел подхода к бизнесменам Чтобы их объединить Прохоров Однако Прохоров Конечно, он сейчас, в данный момент Не конкурент Путину Но засветиться на этом политическом поле Всегда полезно Ему, во-первых, сделали Всех отсеяли А ему сделали 2 миллиона подписей Пропустили на выборы И он является самым перспективным кандидатом На пост президента Вот в дальнейшем От мировой финансовой мафии На пост президента Для, над Россией Не для России, а над Россией Еще один продукт Кремля О котором я хотел тоже сказать Это Сергей Миронов И его слова И сам он за себя говорит Что все, что касается Личных отношений с Владимиром Путиным Это только, значит, он может охарактеризовать И мы с ним дружим Уже 15 лет И вот кому-то это не нравится И так далее Однако такое признание Сергея Миронова Который с 2002 года Являлся председателем Совета Федерации Это соучастие в геноциде русского народа Распределение Разделение ответственности За намеренное уничтожение Военного потенциала Промышленности И суверенитета России Еще один любитель развлечений Продук КГБ ФСБ Владимир Жириновский Эйдель Штрин Который утверждает Что он за русских Но против русской власти А, то есть, пусть русские остаются Но власть другая Но власть другая Значит, их надо порабощать Значит, он говорит Его высказывание Который не прочь понежиться на троне Главного правителя России И говорит, что у меня чистые руки Но они будут в крови Если я стану президентом Вот так заявляет человек Отсюда возникает вопрос В чьей крови? Русского народа? Ведь он же не станет Нападать на своих, корреца Чиновников Коррумпированных И политиков Ибо он сам Той самой крови Которой, корреца И они Своих высказываний Наших русских людей Значит, говорит Что надо их бить плетью Вот еще вот этот Кровавый, корреца Палача, корреца Руки Которые он, корреца Произносит такие речи То есть, чтобы сдвинуть Русь В сторону еврейского мракобесия Заставить Вот, оказывается Может быть, это Это причина В этом Кто же остался На политической арене У нас Вот мы уже говорили И я хочу Чтоб на меня Не обижались Вот здесь Вот вы приводили Пример Насчет Зиганова Геннадия Но я могу Со мной Могут не согласиться Люди И они могут Быть, как говорится Принимать решения Это их, как говорится Право Но я Из своего опыта Должен сказать Обо всех Я вот рассказал Сейчас честно О тех кандидатах Которые, в принципе Я чувствую Знаю Имея свой политический опыт Экономический опыт Хочу сказать И о Зюгане Ведь программа Его действительно Наиболее приемлема Для, если сравнивать С другими кандидатами Но беда в том И главное Этого политика Состоит в том Что он, как и другие Полностью зависим От Кремля От Владимира Путина И Также от Госдепартамента США Ну уж Конечно И я, в принципе Вам потом Дальше, кажется Попытаюсь рассказать Не только он один Вот, Евгений Александрович Не только он один Все Все это Конечно Очень интересно Но получается Что мы Как тот Витязь на распутье Налево пойдешь Голову потеряешь Направо пойдешь Жизнь потеряешь Головы не снесешь И так далее И так далее Вот И что делать? Что делать я скажу Я хотел бы сейчас Все-таки остановиться на том Что Вот все эти кандидаты Президенты Которые есть Благодаря своему Космополитизму Благодаря своим таким Ну Нечувствованиям Народа Оторванности Они все Все буквально Являются Предателями русского народа И России Как вы Как вы Слугами Да Вот именно слугами Сионистского капитала Который дает им Благополучие И гарантии Существования Всех Своего существования Но не даем мы Русский народ Который Прекрасно видит Подлую сущность Всех этих политиков Терзающих народ России Евгений Александрович Вот я все понимаю Я все понимаю Но я всегда задаю вопрос Что делать Что делать Каждому Русскому человеку Уже понятно Вот как раз Мы говорили В госдепартаменте США Я хочу Вот здесь продолжить Что каждому Русскому человеку Понятно Что весь этот Набор политиков Непосредственно Является госдепартамент США Мировой олигархат Мировая финансовая мафия И они не хотят Допустить возникновения Русской власти В России Эта непримиримая война Между русским народом И над национальными Финансовыми кланами Развернулась Не на жизнь Не на смерть Почему я говорю То есть без альтернативы Без альтернативы Очень серьезная ситуация Поэтому я в принципе И пришел сегодня И поговорить Со своим народом И доложить Как меня поймут Это уже кажется Люди сами оценят Но это я Вынужден сказать Так вот Победа русского народа Будет означать Могущество Независимого Неткого русского Государства Руси России Поражение Это прекращение Существования России Русского народа Русской цивилизации А вслед за ней За этим и всего мира Мы видим на примере Пожалуйста Ливии Сейчас Сирия Иран И все остальное То есть это серьезные вещи Это вот После развала Советского Союза Последовало После России Последует Следующее Мы русский народ И наше государство Россия В силу Своего положения Являемся Удерживающимися Удерживающими От окончательного Сползания Всего мира В катастрофу Последних времен То есть Самоуничтожение Окончательного Разложения Народной души Всех наций Мира Евгений Александрович Вот Я слушаю Прямо знаете Апокалиптическая Картина И опять Все таки Что делать Вот что Да русский народ Да Какие то там есть люди Предатели И так далее И так далее Но Делать то что 4 Ну Марта Вот именно Так что Вот правильно я и хочу сказать Так что нам делать 4 марта Голосовать или не голосовать Вот ваше мнение Да Оставаться дома Или попытаться Выбрать Из всех зуменьшим Прежде всего я хотел Сказать Что нам всем надо Понимать Что русская революция Уже идет И Россия А также мы Русский народ Изменились В самой глубине Нашего народа Зреет И обязательно Выльется на площади Протест Против Оккупационной модели Существующей в России Навязанной нам Горбачевым Ельциным Путиным Их хозяевам Понятно Опять Вот 4 марта И что делать Так вот Что нам делать Во первых Я хочу сказать Что ситуация Сложилась так Что Мы И наш народ Не может Существовать Или там допустим Формировать Свои силы Реальные Нам нужно формировать Реальные силы Которые могли бы Задействовать потенциал Русского народа Даже грузин Сталин говорил Великий русский народ Ну не только Все так говорят Все так говорят Да Вот Но слово и дело Это разные вещи Этот русский народ Фактически Грабится Когда любые Ростки патриотизма Либо покупаются Либо Физически уничтожаются Путиным И госдепартаментом США Ведь Установленные Русской Власти Будет означать Конец Власти Мирового финансового Кагала Страх Потерять Такой Геополитический Плазарм И источник Несметных богатств Как Россия Толкает Этих агентов Влияние Мировой финансовой Мафии На любые Преступления И уничтожение Русских Патриотов Лидеров Русского Движения Так вот Это будет возможно Вот все это Пока невозможно Пока Может только В результате Быть Следующих Моментов Это может быть Или же В результате Русской революции Которая В общем-то Назревает Или в результате Русского бунта Выбирать Нам Выбор Выбор Ограниченный Выбор Ограниченный И жестокий Выбор Выбирать Нам Русским людям Потому что Мы от этого Никуда не денемся Вот И От нашего решения Зависит наше будущее Которое уже вошло И В нашу жизнь В настоящее Да И стучиться в наши двери И не замечать этого невозможно Так вот Что же Надо делать Об этом мы поговорим Чуть позже Да А пока я сообщаю Что мы работаем В прямом эфире И телефон студии Прямого эфира 8495 Далее 629 0873 Напоминаю Что сегодня У нас в студии Работает Евгений Александрович Тарасов Народный депутат России Это 1990 90 Год 95 С 90 Под 95 Но в результате Расстрела Защитник Белого дома Расстрела Парламента России В 93 Году В октябре Закончилось Существование Парламент Не зато Да Да И Ныне Это член Корреспондент Академии Экономических наук И предпринимательской деятельностью При этом Евгений Александрович Летчик морской Противолодочной авиации Штурман Бывший Штурман гражданской авиации Ну Как говорят Не бывает бывших Все равно летчик Да И депутатов бывших Не бывает Да И это наш сегодняшний собеседник Я напоминаю Что передачу веду я Татьяна Федяева Пожалуйста Звоните Задавайте свои вопросы И высказывайтесь По обсуждаемой теме Ну вот у нас первый звонок Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Это ведущая Это Татьяна Евгений Николаевич Правильно? Да Все правильно Вы знаете Единственное Что нас спасет Это русский Помоги русскому Богатый русский Поможет бедному русскому И так далее Вот так же поступают Местечковые евреи Они все тянут Друг друга Понимаете И вот так они Нас и поработили Я так считаю Спасибо вам Спасибо Да Очень хорошее предложение Это действительно Нам русским Нужно друг другу Помогать И помогать Не только Как говорится Русским Но и нашим Коренным народам Которые тоже Такие же ценные Люди Как и мы Вот если мы будем Все вместе То естественно Мы можем Быть единой силой Которая может Противостоять Вот этому всему Как говорится И в том числе И международному Финансовому Капиталу Мафии У нас еще Звонок Пожалуйста Говорите Только не забудьте Представиться И сказать Откуда вы Мы вас слушаем Алло Здравствуйте Здравствуйте Нина Васильевна Здравствуйте Нина Васильевна Вот вы знаете Я полностью Вас поддерживаю Вы знаете Вот мне кажется Вот Путин Во всех своих Статьях Он как бы Признается Во всех Своих Ошибках И все эти Обещания Которые он дает На будущее Это пустые Обещания А поддерживаю Я Зюганова Понятно Ну у нас Это уже пошла Как бы Агитация Спасибо Нина Васильевна Вы имеете Право На свое мнение Так Евгений Александрович Ну здесь Какие комментарии Это считай Это ошибка Либо что-то другое Я считаю Что любой человек Имеет право Делать так Как он считает Нужным Вот в данный момент Конечно Вы и О премьер-министре Говорите В том числе И о президенте Делать так Как он считает Нужным Нет Я имею ввиду О народе нашем Вот как раз Нина Нина Васильевна Нина Васильевна Сказала Что она будет голосовать Ну это ее право Она имеет право И в принципе Это В принципе Это больше Лучший вариант Конечно Чем голосовать Так У нас еще звонок Пожалуйста Говорите Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Мы вас слушаем Не забудьте сказать Ваше имя Откуда вы Алло здравствуйте А вот агитация Запрещена Не разрешена Вашей передачей Или вообще Ну вы знаете Что есть закон Есть закон Который мне бы Не хотелось нарушать А как же Алло Меня Владимир Как же у вас Перед Новым годом За Путина агитировали Значит Так Минуточку Минуточку Давайте так Я отвечаю За свои передачи А Второе Б Я стараюсь Не выходить За рамки закона Проплаченных передач У нас нет Вот здесь Народный интерес Нет проплаченных передач Ваш вопрос Если мы готовы Да 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 Слушай вас Вопрос такой Вы Разницу между Космополитом И Интернационалистом Знаете Нет Понятно Все Вопрос задан Разницу между Тоже хорошего Мало Все это произошло Как раз таки По этой причине Чтобы вот То положение Которое Сейчас существует Если бы не было Расстрела Верховного совета То страна Была бы другой То есть это было Как бы Было нажатие На спусковой крючок Да Или спусковой На курок Вот так И там же Погибло очень много Людей Которые пришли И были защитниками Вот именно Парламента Конституции Которых потом Расстреливали Первым делом Я видел Как вот эти Байтаровцы Видимо Русские части Командования Которыми Генерал Там Яневич И так далее Не решились Сначала Расстреливать Вот эту площадь Где в палатках Находились Наши русские люди Так приехали На БТР Байтаровцы В этих черных куртках И так далее С помповыми оружиями И начали Первым делом Их расстреливать Мы как могли Затаскивали Этих раненых В общем Они устроили А потом уже Части уже Другие Начали расстреливать То есть Это фактически Серьезная была борьба За права человека За народ Это была борьба Которую мы проиграли Которую мы проиграли И вот То что мы проиграли Мы сейчас Вот эти силы Которые Фактически В этом участвовали Они сейчас Захватили власть Вместе С Вашингтонским Консенсусом Который Вот фактически Входит туда Международный Валютный фонд Вот И тоже Говорится Вот то что ВТО Это уже тот процесс Это тот захват Всех Стратегических Ресурсов Которые находятся Сейчас фактически В офшорных зонах И владельцы уже Иностранные Финансовые Транснациональные Компании Вот Вот это вот Результат Всего того Что вот Произошло С тех времен И вот этот октябрь Как бы он Нас преследует 93-го года И пока мы не решим Проблему Наш народ Который 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 Не поставит Точки на Д И фактически Как Вы думаете Мы вообще Способны Поставить эти точки Или нет Я думаю Что наш народ По нынешнему Состоянию Какого-то Самосознания Народа Готовности Значит я хотел сказать Вот мы говорили Что же все-таки делать Вот Дело в том Что политика и власть Это борьба интересов Если ты Всегда Всегда Да Если ты не отстаиваешь Свои интересы То кто-то За счет твоих Удовлетворяет Свои Свои да Вот Поэтому значит Либо ты принимаешь Ответственность За все Что происходит Либо ты Становишься Игрушкой Понятно Вы готовы Принять ответственность Я готов Принять ответственность Понятно У нас звонок Мы вас слушаем Здравствуйте Добрый день Добрый день Беспокоит вас Михаил Из Подмосковья Здравствуйте Михаил Мой вопрос Простой Мы 4 марта Идем на выборы Выбираем И реально Выбирать Нужно Из того Что есть А не из Каких-то Гипотетических Моделей Построений Так вот Уважаемый Коллега Присутствующий Сейчас В студии Почему Он Не говорит О том Что Сравнивая Программы Кандидатов Президенты Только В программе Одного Кандидата Есть Главный И базовый Пункт Это Возвращение Сырьевого Блока Государству Это Основа А все остальное То что Миронов Говорит Там что-то Улучшать Здравоохранение Это все Смешно Для детей Понятно Михаил Благодарю вас Михаил Я отношусь Здесь Крится По-другому Я понимаю Что программы Есть Крится Достаточно И неплохие Я сказал Что Наиболее Близкая Программа Конечно Это Удюганова Несмотря на Личностные Качества И так далее Вот Но я хотел бы Вам Честно сказать Что в настоящее время В нашей стране Властной Элитой Создана Антикоституционная Система Выбора Без выбора Вот это Другой вопрос Да Это система Но тем не менее Пойдет человек Вот пойдет Тот же Михаил Голосовать Я уже знаю За кого пойдет Михаил Если он пойдет Я же еще хочу сказать Что раз система Лохотрон То как можно Выиграть А вот это другое дело Если играем С наперсточниками На терщине Что бы ни делал Все равно Вы меня можете Так говорится Здесь изнасиловать И сказать Что я должен Голосовать За лучшую программу Ну она и есть Там лучшая программа Но в Лохотроне А то есть вот Есть такое Есть такое мнение Что все подступы К выборам Уже зачищены Совершенно А сейчас Расклад такой Что Как в том анекдоте И так Тебя обманут И так тебя обманут Конечно Хотя все будет С видом Что мы по честному На перски бросаем Конечно Вот именно через эту Антиконституционную Преступную систему Правители нашего режима Обеспечивают удержание Власти Продолжение Политики Грабежа Народа Так подождите Ну подождите Ну что лечь Сложить руки Надеть белые тапочки Что Считаю что в данной ситуации Бесполезно бороться Под лозунгами За честными выборами А нужно требовать Изменения Самой антиконституционной Системы И я бы так Радикально поставил Что выборы 4 марта 2012 года Их нужно отменить И перенести Ну вы же понимаете Что это нереально Создать равные условия Для выдвижения Почему нереально Согласно конституции Народ Единственный источник Власти И нужна Мощная Политическая сила Которая может Протемонстрировать Давайте будем реалистами Евгений Александрович Будем реалистами Да Ну где эта мощная сила Выходят толпы На одну площадь Выходят толпы На другую Машут знаменами Те Машут знаменами Другие Это вот и говорит О том Что вот эти вот Кукловоды Которые Они специально Это и делают Разделяя и властвую Разделяя и властвую Да Это разделяя Делают это И говорится Внешние силы И внутренние Я как то Написал Несколько статей И в принципе Вот та статья Которая о главном Финансовом документе Да И надвигающемся Крахе России Может кто-то читал И другие Самые статьи Так вот Там Четко Фактически Говорится об этом Что в России Существует Сетевая структура Госдепартамента США Да Она существует И во властных структурах И в общественных Организациях И других И вот недаром Приехал этот Макфол Он специалист По этим сетевым Карица То есть Он приехал Управлять Сетями Своими Которыми И вот Здесь есть И пятая колонна И Карица И другие Карица И основные Это силы Они находятся Во власти Ну давайте Им надо Манипулировать Чтобы снова Третьих власти Давайте не будем забывать Что сейчас На дворе 2012 год Был в свое время 2812 год А до этого Был 1612 год Смута Великая смута Так У нас Звонок Пожалуйста Говорите Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Масленица Вас поздравляю Спасибо Как вас зовут Евгений Майя Евгений Здравствуйте Евгений Именно так Вот И хотел бы сказать Ну прежде всего Вот Предыдущего звонка Что мы имеем Про возможность Только Это первое Что мы имеем Возможность Голосовать только За тех Что Там нам предложено Кем-то Путин Выбор Мы имеем Право попройти И всех Зачекнуть Как и любой Гражданин Голосующий И всех Вычеркнуть Лист Бросить В этот Ящик И второе Вот Выско Евгений Николаевич Сказали Да Что Вы были Защитником Белого дома В 1993 Году Но при этом Вот возникает вопрос Вот Насколько мне известно Даже Тех У кого Допустим Миссистра Который Допустим Перевязывал Раненых Вот Когда Вошли Войска ВДВ Вот Они Нашли Значит Скальпель Она Перевязывала Раненых Развязала Там Курки Чтобы Можно было Перевязать Вот Ее Расстреляли В 6 лет 28 человек В подвале Вот В связи с этим Возникает вопрос Вот Вы Значит Оружие Не защищались Это первое И второе Вот Такие Вот Как Руководитель Хызбулатов Русской Они Были Арестованы Вот Как Вот Вам Удалось Допустим Не попасть Ни в Судьбу Понятно Понятно Спасибо Ну К сожалению Я не хочу Даже вспоминать Те события Потому что Ну Во-первых Я был тоже Арестован В числе Ряда Тоже Депутатов И Отвезен В Лужники И Нас Просто Там Держали Значит Под Конвоем С Собаками И Периодически Выводили На расстрел Выводили Потом Значит Это Потом Заводили То есть Издевались И Таких Моментов Было Очень много Это Были Русские Люди Это Были На качи Вы понимаете Там Там Были Люди Просто Вот Разные Я уже Писал Что Какие Войска Участвовали В расстреле Это Многие Части Московские Участвовали Вот В этом Крыться Побоище Вот Под командованием Грачева Министра Обороны А Кроме Этого Где-то Три тысячи Военнослужащих Это ОМОНы Амсдоны Разных Регионов И так Далее Так Вот Набрали Разных Людей Вот Так Под МВД Которые Были Молодые Накаченные Выпившие И вот Они Фактически Им поручили Издеваться Над Всеми Этими Они Не считались Депутат Не депутат Избивали И так далее И держали Несколько До этого Потом Потом Определили Меня Лично И других Моих Товарищей В черный Список Вот Потому что Я всю ночь Практически Работал На радиостанции Потому что Я все-таки Летчик Знаю На коротких На коротких Волнах И в принципе Призывал Наших Офицеров Выполнить Свой Конституционный Долг Вас Услышали Вот Никто К сожалению Не пришел Пришли Наоборот Силы И вот Которые Начали Стрелять Белый дом И сделали Провокацию И в Останкино Потому что Фактически Они сначала На Останкино Начали стрелять Эти же части По Зданию И люди Думали Что За нас Пришли На конституционный Строй Крыться Обостановить И так далее И туда Побежали А потом Начали стрелять И в них То есть Это Спланированная Провокация Провокация Спланирована Не только Внутренними силами Но и внешними Этих доказательств Уже достаточно Чтобы Время прошло Опять Бей своих Бей своих Да Поэтому Здесь Самоуничтожение Здесь Много написано И в принципе Сейчас не тема Как бы Этого разговора Я просто Ответил на тот вопрос Как Вы знаете Не тема Но помнить Такие вещи надо Потому что История К сожалению Имеет Такую особенность Она очень часто Повторяется У нас звонок Пожалуйста Говорите Доброе утро Доброе утро Это Краснодар Людмила Николаевна Здравствуйте Евгений Александрович В свое время Я первый раз в жизни Пошла голосовать За Ельцина И знаете почему Я ему поверила Что он построит Нам социализм С человеческим лицом А в советское время Не ходила Почему Потому что Всегда в прессе было На выборы Появились 99 и 9 десятых Тоже была Фальсификация Что я хочу сказать Когда я услышала Что Ивашов Выдвигает Свою кандидатуру На пост Главы государства Я сказала Что это поступок Достойный На народном радио Сказала Достойный Поступка Минина и Пожарского Ну Ивашова сняли Что же теперь делать Вот как Как быть Вот Понимаете Спасибо Спасибо Людмила Николаевна Ну что можно сказать Как быть Нам нужен Конечно лидер Но Я уже говорил Что в настоящее время Выдвинуть Лидера В этой ситуации Невозможно Потому что Он и либо Кажется Покупается Если и говорится Слабый Либо почему-то Либо уничтожается Либо под поезд попадает Скоропостижно Умрет И так далее Поэтому можно Только Сделать это Тогда Когда Изменится Курс Так он сам по себе То не изменится Так вот Он изменится Потому что В результате Вот тех Процессов Которые идут Революционный процесс Идет уже И Вот эти два пути Которые я сказал Или же Как говорится Будет революция Народная Или же Бунт Он все равно Назревает Опять Выбор у нас Как между кандидатами И так будет Не очень хорошо И так плохо Потом средства массоинформации Во первых Ангажированы И Там существует Сами знаете Не пропускают Эти силы И Без Того Что Русский Национальный лидер Не может Доложить Свою программу Невозможно Объединить Русский народ Поэтому Это впереди Я думаю Это все равно будет Понятно Слова Ленина Из искры Возгорится пламя Искры нет Да? Нет Искры есть Искры уже есть И они уже Расходятся По разным У нас звонок Пожалуйста Говорите Здравствуйте Здравствуйте Люди Сказочного Тридесятого Царства Тридевятого Государства Это Лилия Сергеевна Из Москвы Я вас Приветствую Понимаете Что делать Вы спрашиваете Знать и думать И из этого надо делать Как бы вывод Это решение Знать и думать Факты И все прочее И вот понимаете За кого голосовать У Зюганова Хорошая программа Путин Международный авторитет Почему их нельзя Объединить Потому что Путин То что он нарисовал В четырех своих статьях Это программа Зюгановская Почему им Не объединиться Ага Понятно И вот еще Зюганов Если допустим Кого-то Не нравится Понадобилось 20 лет Чтобы увидеть Кто куда Лавирует Как же Ельцин Обещал же Золотые горы Бороться Против Против Привилегий На народ Понадобилось 10 лет Увидеть Чем он занимался На самом деле Чем занимается Путин 12 лет Мне бы хотел Спросить У Евгения Николаевича Знаете Он Дмитрия Терехова Он выступает Тоже на народном радио По воскресеньям И он Очень хорошо Расписывает Что Сделал За эти 12 лет Понятно Лилия Сергеевна Лилия Сергеевна Значит Благодарю За вопросы И комментарии Вот я Во-первых Евгений Александрович Интересно Что Да Вот Отец у меня Александр Вот Ну что я могу Сказать Вот о программах Вы здесь Сказали Я бы хотел Все-таки Раз вы Путина Затронули Что Отметить Такую Значит Вещь Что Владимир Путин В своем Предвыборном штабе Создал Внушительный список Своих доверенных Лиц И представлены Скажи мне Кто твой друг Да Да Представлены Там Очень Большой Спектр Деятелей Культуры От Бабкиной Бондурчака Боярского Там Хазанов Шахназаров Там Хирург Бекерия Вот Потом Даже Есть Председатель Независимого Профсоюза Шмаков Наверное Его знаете ВЦСПС был Так Его разворовали Да А больше Мы как бы И не знаем Этого профсоюза Вот Ну Кроме Того Значит Еще Такие люди Как Значит Академик Российской Академии Глазев Историк Нарочинская И так далее Нарочинская Да Нарочинская Да Наталья Вот Весь этот предвыборный штаб Доверенные лица Путина Они разделяют С кандидатом Его достижения И успехи Ну Я уже о некоторых Говорил Вы же понимаете Как это делается Вы же политик Все это знаете Да Да Выбираются Наиболее значимые фигуры Они объявляются Доверенными лицами И если вы доверяете им Значит вы доверяете мне А там уже всех выбрали Кстати многие Кандидаты Так ведь Конечно Ну Я бы хотел Хотел бы все таки Обратить внимание Этих тоже Кажется 520 Кажется Человек Наших Российских Граждан Вот Уже я говорил О ВТО Говорил О НАТО Да А вот сейчас В принципе Опять я могу К статье К своей Насчет бюджета Вот то что Значит Самое основное Это Вот эти все Бюджетные деньги Переправляются В офшорные зоны Да И Естественно Причем здесь Бабкина С Михалковым Это достижение Путина Понимаете Вот это Коррупционные схемы Потом Беспрепятственный Вывоз капитала Когда вся Выручка Значит Остается за рубежом И работает На Как говорится Экономике Запада Другой страны Да Другой страны Кроме того Если сейчас Посчитать Все те Взаиморасчеты Которые Вот допустим Этот валютный фонд У нас И так далее Или Те вот Которые займы Которые Под гарантией Путина Делались Ну подождите Ну подождите Но при чем Здесь эти Ноль У нас нет сейчас Ни валютных запасов Ничего Вот Это достижение 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 Вот этой Вот 12 лет Там я могу Их перечислять Так вот Я хочу сказать К тому Это что Вот им придется Всем отвечать Потому что Вот все эти вопросы Я еще Романтиковые Да Придется отвечать То есть они будут Соучастниками Потому что Тот геноцид Русского народа То уничтожение Потенциала Значит Военного И промышленного Которое произошло Суверенитета Ответственны будут они Вот Путин будет отвечать И 520 этих Человек Тоже будут отвечать За это Вы будете спрашивать Так у нас звонок Пожалуйста говорите Алло мы ослушаем Алло Так Ну не получилось Евгений Александрович У нас осталось Полторы минуты Самое главное Что бы вы хотели Сказать радиослушателям И Ну не только радиослушателям Вообще своим соотечественникам Ну Я хотел сказать Что Согласно конституции Народ Единственный источник Власти в России И вот мы Свою конституцию Свои конституционные Справа Должны Использовать По полной программе Если мы А если не дадут Ну такого не должно быть Не дадут Как вот Ага Понимаете Ну зачем я тогда Пришел сюда Понятно Для того чтобы дали Да Так Ну что Спасибо Евгений Александрович Я желаю здоровья Самое главное Нашим родным Радиослушателям Народного радио Вот Все они патриоты Настоящие Настоящие Вот Поэтому самое главное Здоровья Успехов и победы Нашему народу И тогда победим Тогда победим Спасибо Евгений Александрович Я напоминаю Что сегодня В передаче Народный интерес Принимал участие В прошлом Летчик морской Противоводочной авиации И штурман гражданской авиации В прошлом Народный депутат России Но Прошлых депутатов Не бывает Мы знаем Член высшего экономического совета Верховного совета России Ну а сейчас Член корреспондента Академии экономических наук И предпринимательской деятельности Евгений Александрович Тарасов Спасибо вам Евгений Александрович И спасибо всем Кто был Это время Вместе с нами Благодарю всех В передачу вела я Татьяна Федяева Еще раз Всем всего самого доброго